Второй пасхальный фестиваль «Ремесел» собрал на площадке перед территориальным центром большое количество гостей. Форум искусства уже успел зарекомендовать себя как культурный островок обмена идеями и наработками. В первую очередь в числе посетителей – мастера. Здесь можно найти много новых творческих решений, которые послужат правной точкой для саморазвития. В числе почетных участников фестиваля – Мария Кравчинская. Народный мастер Беларуси уже не один год воссоздает уникальную технику – подвойное ткачество. Это надо внимательным быть. И его сразу не научишься. А вот так вот. Надо сегодня, надо неделю каждый день ходить. И то, если ты будешь, выучишь, а потом не пойдешь, ты его опять забудешь. Ты что-то помнишь, но сесть сам не будешь. Это надо очень тяжелое качество. Уже несколько лет у нас работает отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, где наши подопечные показывают все свои умения, которые они приобрели в ходе своей жизни и обучают других, кто приходит заниматься рукоделием. И поэтому уже второй год мы решили, что накануне светлого праздника Пасхи, наверное, очень актуально собрать не только наших подопечных, но также ремесленников нашего города. И показать всем нашим жителям, что же сегодня умеют наши горожане, какие они мастеровитые и талантливые. Пасхальный фестиваль – это не только выставка, это большое праздничное мероприятие, организаторами и идейными вдохновителями которого выступают специалисты территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Сегодня в учреждении работают многочисленные кружки по интересам. Большую часть из них посещают люди пожилого возраста, обладатели активной гражданской позиции. Их работы также вошли в вернисаж. Самыми популярными направлениями являются именно направления, связанные с рукоделием. Это и скраббукинг, то есть работа с картоном, с бумагой. Это и флористика. Там ведется работа с таким материалом, как фамиран и креповая бумага. Плетение из бумажной лозы представлено двумя группами и многое другое. Праздник искусства, красоты, весны будет иметь продолжение. Организаторы планируют, что уже в ближайшем будущем формат фестиваля изменится. А ремесленники выйдут на центральные улицы областного центра, где покажут свое творчество.